и снова сейчас ребята машина проедет и снова ребята все одно и то же доброе утро положили опять почтовый ящик квитанцию от сезам с судебной с досудебной задолженности делают из нас дураков это досудебная задолженность уже полгода у нас длится и все никак но ребята вы досудебную задолженность нам кинули вы ее не оплатили подали в суд а вы уже полгода ну специально знаете вот причем я посмотрел а суммы разные у кого-то 255 у кого-то 258 года 260 вот такие вот суммы кто-то уже выкинул квитанцию кому не нужно в общем вообще конец предлагали тогда написать коллективное письмо вот но что-то никто не захотел отказаться от них игра я не вижу смысла в этом коллективном письме потому что я еще раз говорю мы не заключали договора лично я говорю вот я потребовал можете предоставить договор на основании которого предоставили услугу есть договор усить как у нас выбрана посмотрите как уровне вот как здесь можно пройти вы не можете объяснить ужас у нас тут плохо очень очень плохо то что же такое-то эти машины еще тут не пройти не проехать в общем у нас сегодня что-то вообще такая погода 9 часов а темно я жутко не выспался я допустить до полпятого где-то мне не было никак не уснуть мысли в голову разные лезли в общем не знаю но я говорю еще вот нет 40 дней не прошло может быть не знаю как то вот как то все вот еду сейчас опять папе на работу надо написать заявление в общем похоронные денежки выдаются там то есть пенсионный фонд снял себе вообще все ответственность то есть не вот эти вот суммы которые копеечные высчитывали не вы не как нельзя те суммы такие вот там по 400 или поскольку ты каждый месяц высчитывали это не возвращается не похорон ничего то есть пенсионный фонд снялся все ответственность но при этом с каждой зарплаты он высчитывал себе какую-то сумму вообще конечно дурдом я не понимаю как это возможно но вот так благо сегодня более-менее мне еще нужно на обратном пути заехать гараж если я успею я не помню сегодня вам приемный день но сейчас не почистить снег потому что ребята вот такая погода сегодня плюс завтра в дарит минус потом опять плюс я просто реально не смогу там хотя жутко не хочется идти в гараж просто видеть ничего не хочу это ну что ж поделаешь придется так что вот как то так ну что дорогие друзья вот и все все я здесь сделал все что было положено и на этом все единственный я не понимаю смысл а вот пенсионный фонд нас отправлялся отправил меня сюда на работу они все равно забирают справку о смерти и отдают их пенсионный фонд ягра зачем чтобы они нам вернули деньги то есть по факту страну пенсионный фонд возвращает нам эту сумму ну погребальными так смысл вот этого круговорота когда можно было нам сразу просто выдать и все зачем заниматься такой фигней вот такой порядок действий то есть сначала надо здесь писать заявление потом выдать давать им справку такая часто ребят подождите документ здесь а потом уже соответственно они от эту справку отправляет пенсионный фонд и пенсионный фонд посмещает опять им деньги как это работает пес его знает ну в общем вот так вот ладно попрощался я там так знаете мысленно состояние так вы прямо блин так колотит ой ребята вот кстати у нас сосед жил с и тоже с папой вместе работают такой машине потому что-то его нет противно так все а вон тут тоже антикор написано чуть-чуть а это просто какая-то фирма так что так ну женщины хорошие бухгалтера и всей дай бог им всем здоровья все сделали ну как то так ребята ладно сейчас надо мне я поеду заеду в гараж не надо посмотреть работает ли там бухгалтеря тоже там погасить все долги вот убрать снег потому что завтра будет плюс все ничего ноль а завтра уже будет вам плюс 3 а ночью все замерзнет кстати не ворота ничего не открыть поэтому всех надо будет почистить специально лопату поставил самому входу чтобы не было подобраться можно так что-то вообще там троллейбус о троллейбус мой идет все я поехал бедная машина смотрите как ее всю разворовали она попала в дтп видимо и она уже как год здесь стоит я чуть не понимаю вот то ли чё с хозяином случилось то ли хозяину вообще на нахрен не нужно то ли чё это старенькая корца как бы ну видите и уже там стекло разбили начали разворовывать может чё с хозяином случилось просто узнаете так что вот как то так печально когда такие машинки брошен там не знаю есть ли варианты и устанавливать но давно стоит уже год м точно ну что друзья мои облом петрович сегодня бухгалтере не работает либо завтра либо в четверг но уже четверг завтра у нас другие планы вот в четверг вечер они работают необычным четвергам ухожу сейчас зайду посмотрю чего кражи ну видите какие у людей огромные глыбы я больше даже не смогу открыть ну посмотрим если получится открыть открою нет значит возьму с собой четверг маленькую лопатку и попробовать копаться хотя в среду уже будет плюс потом минус поэтому пес его знает не знаю он сейчас попробуем здесь получится откопаться я бы конечно хотел бы открыть и почистить снег что иначе потом все замерзнет и будет не открыть не хочу идти в гараж вообще не хочу мне такая трясучка я в троллей бы съехал меня внутри что-то колотит ничего не поделаешь ладно сейчас дойдем посмотрим снег я под расчистил у своего и здесь тоже сейчас немножко вещи до собираем а вечером мне сосед сказал что приедет трактор и он попросит чтобы он эту кучу всю туда снес то есть по факту получается у меня выезжать все мы никуда не надо так просто хотя бы даже потом потечет снег уже в принципе рыхлый потечет под гараж потом замерзнет не откроешь но слава богу что я лопату прямо у гаража стоял прямо у дверей смог пробраться и достать так что вот ну в принципе все здесь ничего больше трогать не буду пес с ним главное чтоб мало ли можно было дверь открыть и открывать уж его не буду чтоб волгу если мало ли глянуть кому-то так что-то как-то так ладно все закрываемся идем нечего тут делать больше не хочу давить ребята дает пока все ребята я не могу сейчас пришел домой с мамой разговаривали звонит председатель нашей сдачи вчера папин друг умер сдачи дядя серёжа господи что же такое то вместе на предприятиях работали машинами как жарко как жарко жесть какая-то ребята там не знаю видно вам или нет стоят ребята уже господи время пол первого ночи они стоят 7 часов вечера представляете врезались и до сих пор нету сотрудников и вот здесь была авария вот этих раскидали а этих оставили они уже бедные сидят там наверно уже замерзли голодные ужас короче посмотрите что у нас опять творится только я сегодня всего гаража вычистил опять какая-то такая знаете минус один дождь и снег завтра плюс 3 в общем непонятно вообще что происходит это погода дебильная просто дебильная в общем сегодня день такой вообще ужасный что-то я как-то все хожу ребята представляете как там ну вот вот это вот смерть соседа подачи меня выбило просто из колеи вот просто искали меня выбило ну как так здоровый ну там конечно не были проблемы со здоровыми 62 года ребята вы чего причем неделю назад мама ему звонила сообщала о том что папа умер он горит то ты что говорит ну как это так валера они вместе работали с ним на предприятиях везде самого основания он нам эту дачу то и посоветовал мы когда я был маленьким я родители искали дачу хотели купить дачу не могли подобрать нормальный дачный участок и вот он нам посоветовал дачу где мы до сих пор живем и за что им вообще огромное спасибо осталось вот жена с ребенком и с внуком вернее жена дочь и внук тоже у них там гараж тоже две машины одна машина не на ходу и в общем дочка плохо водит машину теперь они не знают как они будут ездить на дачу потому что ну в общем ребята что творится я не знаю это просто ужас какой-то вот этот 21 год он такой ужасный такой поганый под конец вот этого года что вот так вот ребята так что берегите свое здоровье хотя тут уж не знаешь как себя уберечь ребята два часа ночи они до сих пор стоят бедные люди ну не представляет аж голодные сидят бензин жгут это же ужас какой то что нельзя наверное у них очень такие серьезные повреждения что нельзя составить европротокол или допустим они не признаются кто виноват или еще что то не знаю но представить они 7 вечера сейчас у нас времени 2 часа ночи они 7 вечера ждут гаишников представляете какой кошмар вообще же есть да вот так у нас работает но я понимаю сейчас наверно загружено все хотя в принципе ночью но не знаю сколько они что будут стоять даже есть конечно